МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль ГТО среди школьников района прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе Люберецкий. Та, что всегда рядом, торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в Люберецком дворце культуры. Теперь по всем этом более подробно. Задолженность арендаторов муниципальных помещений и земельных участков остается проблемой для Люберецкого района. За 11 месяцев 2015 года сумма долга превысила 140 миллионов рублей. Оптимизацию мер по взысканию задолженности обсудили на минувшем заседании в администрации муниципалитета. В начале рабочего совещания руководитель районной администрации Ирина Назарева подчеркнула, что проблема взыскания долгов сейчас особенно важна и актуальна для Люберецкого района. Все, что мы ставим в план по доходам, оно, естественно, должно быть выполнено. Когда у нас появляется задолженность, это то, как платежи по аренде, за землю, за имущество, естественно, получается, что мы не выполняем план по доходам. И тем самым бюджет не опасно теряет недополученные средства. За 11 месяцев 2015 года сумма долгов в бюджет Люберецкого района превысила 140 миллионов рублей. Главные неплательщики – арендаторы муниципальных земельных участков и нежилых помещений. Об этом рассказала начальник правового управления администрации Люберецкого района Марина Балашова. Так, за 11 месяцев 2015 года в бюджет по договорам аренды недвижимого имущества поступило 84 миллиона рублей, что составляет 91% от плановой цифры. А за тот же период по договорам аренды земли – 296 миллионов рублей, что составило всего 75% от плана. Сотрудники районной администрации имеют несколько рычагов воздействия на злостных неплательщиков. Для начала арендаторам дают срок для исполнения договорных обязательств. Потом устанавливаются определенные штрафы и пении. А в случае неуплаты долга руководство муниципалитета обращается в суд. В 2015 году было принято 57 судебных решений на общую сумму 80 миллионов 589 тысяч 627 рублей. Все судебные процессы о взыскании задолженности, организованные администрацией Люберецкого муниципального района, в судах завершаются положительно. Однако сумма недоимки в бюджет муниципалитета остается достаточно значительной. Участники заседания обсудили оптимизацию мер по взысканию задолженности и пути решения этого вопроса. Среди многочисленных проблем – взаимодействие со службой судебных приставов. Нам важно, чтобы у нас настолько была слаженная работа со службой судебных приставов. Я не говорю, что в течение месяца, но хотя бы в течение квартала мы решали эти вопросы. В завершении заседания участниками было принято решение о назначении ответственных лиц по взысканию имущества как со стороны администрации, так и службы судебных приставов. В ближайшее время между сторонами будет разработана эффективная схема сотрудничества. Яна Яковлева, Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Осуществлять системный мониторинг состояния межэтнических и межконфессиональных отношений решили участники «Круглого стола», который прошел в Люберцах под председательством Владимира Ружицкого. Участники встречи детально обсудили проблемы межконфессиональной толерантности и противодействия религиозному экстремизму. Проблемы, вынесенные для обсуждения, очень болезненны и сложны для преодоления, так как обусловлены массой причин. Таких, например, как наличие определенных межконфессиональных противоречий, амбициозная политика ряда религиозных деятелей, намеренное разжигание нетерпимости и ксенофобии среди молодежи с целью расшатать российское общество. Поэтому однозначное мнение всех участников «Круглого стола» таково – необходим конструктивный диалог. Когда мы вместе будем сидеть за «Круглым столом», обсуждать эту тему, и тот дух единства, который был на протяжении веков на территории России, мы знаем, что на почве религиозных разногласий на территории России никогда не было воин. По словам Владимира Ружицкого, существует еще одна причина, способствующая возникновению межнациональной нетерпимости – социальной. Мы все помним Советский Союз. Может, не так явно, скажем, говорили о религии, не так все было явно, извиняюсь, разрешено, но национальный вопрос отсутствовал. В борьбе с религиозным экстремизмом большую роль играет воспитание уважительного отношения к представителям другой веры и носителям других взглядов. Такую работу со своими прихожанами могут вести пастыри разных религиозных конфессий. Повышение уровня веротерпимости в нашем обществе могло бы способствовать большее узнавание друг друга. Мы могли бы знакомить друг друга со святыми и праведными людьми, представителями той или иной веры. В качестве практического предложения в рамках Московской области знание о таких людях, распространяемое при помощи книг, выставок, интернет-проектов, проектов социальной рекламы и так далее, будет не только взаимно обогащать, но и делать нас ближе друг к другу. Огромная роль в налаживании межнациональных отношений без сомнения отводится средством массовой информации. В нашем районе в этом плане делается многое. Журналисты Люберецкого районного телевидения и печатных изданий не только освещают мероприятия, проводимые национально-культурными автономиями, но и запускают проекты, которые символизируют единство и равноправие всех народов России. Однако такое положение вещей наблюдается не всегда. Также рекомендовать и средствам массовой информации, чтобы они развернулись лицом к общественным и религиозным организациям. Но прежде чем и СМИ рекомендовать, на мой взгляд, СМИ нужно научить правильно подавать информацию по теме межнациональных отношений, потому что зачастую она не только неправильно подается, но она очень сильно искажается или вообще о чем-то умалчивают. Кстати, за активную деятельность по пропаганде дружбы и равенства народов нашей страны Екатерина Дегтярева была награждена почетной грамотой Региональной общественной организации Московской области «Согласие». В завершение круглого стола все его участники подписали резолюцию, которая содержала рекомендации к проведению государственной национальной политики, направленной на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и противодействия религиозному экстремизму. Ольга Щевелева, Александр Орлов, Либерецкое районное телевидение. Фестиваль ГТО среди школьников района прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Либерецкий». О своих спортивных достижениях в этой области нашей съемочной группе рассказал и глава города и района Владимир Ружицкий. Успешно сдать нормы ГТО. К этому сейчас стремится каждый школьник. Старшеклассники десяти люберецких общеобразовательных учреждений в рамках проведения фестиваля «Готов к труду и обороне» подтягивались, отжимались, прыгали в длину, а также демонстрировали свою выносливость и гибкость. Во-первых, это физическая культура, физическая культура – это здоровье. Это нужно всем, потому что молодежь сейчас по большей части у нас не такая активная, как хотелось бы. И возрожденный комплекс ГТО предназначен как раз для того, чтобы призвать заниматься физической культурой. Участие школьников в подобных мероприятиях – дело исключительно добровольное. Однако хороший результат дает преимущество при поступлении в ВУЗ, особенно если он профильный. Среди участников фестиваля как обычные школьники, так и те, кто занимаются спортом профессионально. Владислав Чириков около двух лет играет в молодежном составе футбольного клуба «Локомотив». Это просто для себя, чтобы убедиться, на что я сам для себя способен. В мероприятии также принял участие глава Люберецкого района и города Люберцы. ГТО – это путь к здоровью, считает Владимир Ружицкий. Он рассказал съемочной группе ЛРТ о своем опыте по сдаче нормативов ГТО. Я всю жизнь займаюсь спортом, гимнастикой. Это позволяет нормально себя чувствовать. Это самое главное. Поэтому сдавал нормы ГТО и школьникам, сдавал нормы ГТО в вооруженных силах, тоже служил в армии. Сдача нормы ГТО была обязательной. Выполнить нормативы ГТО – дело нелегкое. Но, по словам участников, специальная подготовка для этого не нужна. Достаточно регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Сдал я все на золото. Было довольно легко. Самое главное – подготовиться. А так как я занимаюсь танцами, подготовка для меня на атаку. А так как я танцую из стандарта латину, то стандарт – это руки, а латино – это ноги. Но особой подготовки из-за танцев не нужно. Выездные тестирования комплекса ГТО для старшеклассников проходят по всему Подмосковью. Мероприятие такого масштаба в Люберцах состоялось впервые. В нем приняли участие 586 школьников, что, по словам организаторов, пока остается рекордом для области. В основном ребята неплохо выполняют комплекс ГТО. Но есть особенно трудные испытания. Я хотела бы отметить подтягивания для мальчишек. Тяжело им это дается. Не каждый может выполнить, даже на бронзовый знак. И также есть проблемы с испытаниями наклоны. Наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами. Видимо, это связано с каким-то сидячим образом жизни. У нас подростки мало сейчас двигаются. Выполненные в этот день ребятами нормативы занесли в официальную базу. Для полной сдачи комплекса ГТО им предстоит сдать и другие виды упражнений. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Та, что всегда рядом, торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери, прошло в Люберецком дворце культуры. Представительниц прекрасного пола с праздником поздравил глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. В России День Матери отмечается с 1998 года. Прекрасный и жизнеутверждающий праздник полюбился людям. Потому что это возможность лишний раз вспомнить о традициях бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни матери. И когда нам трудно, то мы к кому обращаемся? И к маме, и к Богу. Поэтому, наверное, вот мама Всевышний, все где-то очень рядом, и у каждого это очень близко. Быть мамой – сложное и ответственное дело. Но так уж устроена женщина. Ее желание дать начало новой жизни становится смыслом всего существования, миссии, перед которой меркнут все остальные блага современного мира. На моих плечах лежит забота о том, чтобы дети выросли достойными. Достойными для моей семьи, для общества, для страны, чтобы они стали в каком-то смысле патриотами. Быть матерью – это терпение, это огромный труд. Благодарственные письма и ценные подарки были вручены женщинам, которые не только воспитывают в своих семьях нескольких детей, но и успешно строят карьеру. Поздравления прозвучали и в адрес родителей, у которых в этом году родились двойни. По статистике, в Люберецком районе проживают 1814 многодетных семей, где подрастает в общей сложности 5830 ребятишек. Дорогие мои, я, конечно, всех поздравляю с таким хорошим, светлым праздником. Праздник материнства, праздник матери, праздник мамы. Я искренне желаю каждому из вас и добра, и благополучия, и долголетия, и здоровья. И, конечно же, искренне желаю, чтобы вы в своих детях нашли то, о чем вы мечтали, а ваши дети оправдывали все ваши надежды и никогда не огорчали. С праздником! В этот день со сцены Дворца культура своих любимых мам поздравляли и дети. Ольга Щевелева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Напомню, что партнером информационных выпусков ЛРТ является фитнес-клуб «Виджим», находящийся в поселке Томильный Люберецкого района. И это все, о чем я успела вам рассказать. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова